всем доброго времени суток сегодня мы с вами попытаемся сделать по фотографии своего аватара вот пример у меня есть вот такая фотография и мы попытаемся сделать вот такого аватара итак я закрываю этот файл прежде всего нам нужно выбрать аватара который больше всего подходит нашему типажу вот к примеру я беру аватар g6 для того чтобы его изменить нам нужно обратиться в панель модификаторов но здесь вот у нас нет тех вкладок которые нам необходимы поэтому эти аватары нам не подойдут для моей фотографии лучше всего подойдет вот этот аватар видите как только я ее загрузила у меня появились дополнительные кнопки в панели модификации именно эти кнопки нам понадобятся чтобы удобнее было работать нам нужно перейти в панель лицо я нажимаю вот эту кнопку и ищу кнопку face теперь перейдем в сцену и отключим видимость волос у нашего аватара вот я открываю вот наши волосы и мы выключаем их видимость переходим снова на аватара и теперь с этим аватаром мы будем работать прежде всего я открою фотографию чтобы образец был перед глазами теперь панель модификаторов давайте передвинем вот сюда пока здесь мы открываем вот эту вкладку и у нас выпадает панель в которой мы можем редактировать наше лицо об этой панели мы с вами говорили в предыдущем уроке который называется создание собственного аватара поэтому на этой панели я особо останавливаться не буду я немножечко подвигаю все бегунки которые нам необходимы для того чтобы сделать максимально похожее лицо на фотографии ну вот я немного подправила нашего аватара под фотографию а теперь давайте посмотрим более тонкие настройки для этого мы можем в нашу программу загрузить фотографию и непосредственно применить ее к нашему аватару мы открываем вот эту вкладку находим нашу фотографию которая нам нужна и открываем у нас появилось новое окно при помощи которого мы сейчас будем делать более тонкие настройки для нашего аватара в этом окне у нас есть панель инструментов и панель масштаба с масштабом я думаю ничего сложного нету здесь все понятно а вот а вот этих кнопочках мы сейчас поговорим первая кнопка это выделение или обрезка изображения к ней мы еще вернемся следующая кнопка поворот по часовой стрелке поворот против часовой стрелки зеркальное отображение следующая кнопка это автоматическая настройка цвета если вам допустим нужно вернуться обратно то есть вот кнопка обратно или вот такой вот сброс следующая кнопка корректировка цвета вручную то есть мы можем здесь потрогать бегунками настроить тот цвет который нам нужен опять-таки либо сбросить либо закрыть это окно и последняя вкладка это баланс цвета тоже мы можем здесь все это поменять но нам сейчас это не важно я закрываю это окно вот осталось наше изображение теперь вернемся к нашей первой кнопки значит нам нужно выделить только лицо сейчас для этого мы ставим курсор нажимаем левую кнопку мыши и тянем вот так вот по диагонали отпускаем левую кнопку мыши теперь у нас появилась новая рамка которую мы можем тоже отредактировать если мы подведем курсор к уголочку рамки то мы видим что вот у нас появилась одна стрелочка при помощи которой мы можем масштабировать вот и другая стрелочка вот ее вид при помощи которой мы можем поворачивать вот поскольку у нас голова немножечко наклонена вот я хочу вот так вот повернуть нашу рамку и еще раз отмасштабировать с этой стороны и с этой стороны и сверху тоже после того как мы сделали все настройки нам нужно нажать вот эту кнопку это обозначает что мы применили все изменения которые мы сделали и переходим на следующую вкладку здесь нам предлагается настроить границы лица прежде всего можно зайти вот сюда вот и выбрать женское лицо или мужское у нас в данном случае женское лицо теперь вот этими вот маркерами мы раздвигаем по овалу лица выставляем границы и вот здесь у нас подсказка нам нужно совместить глаза рот вот так пожалуй лучше всего будет если мы нажмем вот эту кнопку то у нас поменяется цвет контура если вас не устраивает синий который у нас есть то можно здесь поменять когда мы определились с этими настройками идем дальше на этой вкладке мы можем отрегулировать угол лица например если у вас фотография не прямо смотрящего человека то можно при помощи вот этой вот кнопки вот если я зажимаю левую кнопку мыши видите у нас лицо немножечко меняется то есть можно его подвинуть вправо влево и так далее здесь же мы можем применить еще и масштабирование то есть чуть ближе чуть дальше маску вот так вот для того чтобы это применить я зажимаю левую кнопку мыши и просто не отпуская ее протягиваю вверх или вниз и у меня получается вот такой вот результат здесь еще есть поворот здесь есть перемещение но в данном случае у нас все складывается нормально поэтому мы идем дальше теперь мы можем настроить точки и контуры вот у нас есть галочка зеркального отображения то есть если мы берем одну точку значит с противоположной стороны будет тоже самое меняться вот мы немножечко контур лица сделали если мы подводим курсор какой-то точке нажимаем на левую кнопку мыши и вот так мы можем двигать также у нас есть возможность двигать контуры вот я подвожу курсор к линии и могу его подвинуть видеть вот так ну и тут мы сейчас смотрим опять таки мы можем придвинуть наше лицо после того как мы здесь все настроили мы можем перейти на вид сбоку вертикальные линии обозначают область наложения текстуры то есть мы можем их подвигать вот так тут мы тоже можем подвигать точки и при необходимости мы можем загрузить сюда фотографию профиля как это сделать мы нажимаем вот эту вот кнопочку здесь окей выбираем ту фотографию которая нам нужна открываем ее и вот она у нас здесь передвигаем нашу рамку на нужное место применяем теперь нам нужно отразить это в зеркальном отображение и идем дальше и вот наше лицо мы его раздвигаем вот практически наши контуры повторились по этому лицо вроде бы все нормально идем дальше здесь мы можем тоже более тонко настроить предположим результат нас устраивает мы нажимаем кнопочкой ok у нас выпадает окно в котором нам предлагается сохранить данное лицо для того чтобы мы могли использовать его с другими аватарами нажимаем кнопочку ok сохраняем под каким-нибудь именем ну вот к примеру поля и нажимаем ok и вот что у нас получилось такой результат может получиться не сразу возможно вам придется несколько раз переделывать чтобы получить нужный результат после того как мы сделали аватара нам желательно подобрать глаза для этого мы заходим в первую вкладку ищем где наши глаза вот они подбираем нужные щелкаем дважды левой кнопкой мыши и они у нас применились если вас не устраивает цвет этих глаз можно изменить их вот здесь в панели модификации мы ищем здесь правый глаз диффузную карту опускаемся в самый низ изменяем цвет который нам нужен вот видите немножечко вот если я ближе всего подойду сюда меняется цвет правого глаза вот по-моему вот этот цвет нам нужен вот это мы можем оставить поднимаемся выше вот здесь нам нужно сохранить нажимаем на дискетку ищем папку в которую мы будем сохранять называем его и сохраняем для того чтобы изменить левый глаз точно так же мы ищем вот здесь вот левый глаз вот он у нас и здесь уже загружаем тот файл который мы только что сохранили вот он и у нас теперь одинаковые нормальные глаза еще у нас здесь не хватает волос мы ищем волосы подходящие вот мне нравится вот эта прическа я ее применяю и вот у нас получилась вот такая девушка давайте сравним ее с нашей фотографией вроде бы похоже на этом наш урок окончен всего вам доброго до новых встреч